привет давай посмотрим что ты сделала сегодня так так молодец да в общем молодец ты хорошо постаралась и смотрю исправила недочеты да какие были то есть сделала здесь стеночку молодец так вот этот объект что-то съехал на его поставим на место ты видимо его наверное не успела доделать да вот посмотрим что здесь здесь вершинка съехала ее можем просто поправить вот сюда сюда вот так вот так видно что здесь применялся автоматический bevel здесь немного поехали вершинки это не очень хорошо потому что потом при сглаживании мы увидим что а вот здесь наш объект он будет неправильно искажен то есть здесь получится такая вмятина вот это можно поправить просто перетаскивая вершины на либо же изначально при создании этого объекта и нужно было делать такой большой был и у тебя ты был сделала сказать слишком много ребер проложила здесь было достаточно принципе наверно 3 вот то есть на одно на один изгиб можно было проложить 3 ребра то есть вот здесь вот такое количество ребер на изгиб оправдана потому что здесь такой более плавный изгиб а здесь такой не совсем как бы плавный да он плавный но здесь плавность заключается в том что один угол перетекает в другой они под таким острым углом вот здесь вот мы видим что угол изгибается под 90 градусов да и нам здесь нужен плавный переход а здесь у нас переход из одной плоскости в другую ну как бы не такой сильный да и нам не нужно такое количество ребер поэтому но здесь это немного лишнее вот для того чтобы соединить вот эти ребра до которые у тебя здесь находятся не нужно их так вот в одну точку соединять давай его возьмем зайдем мультикат мультикат да и просто соединим вот так вот наши вершины вот таким образом у нас соединяется вот эти вершины так выйдем из мультиката удалим вот эти вот ненужные ребра удалим и проложим вот этим так у нас получится сетка более чистый вот и аккуратный то же самое касается и вот этих ребер вот они будут идти вот скорее всего вот так вот но из-за того что вот здесь вот кстати количество ребер оно более-менее оправданно потому что такой более острый угол а вот здесь вот это количество ребер не оправданно вот поэтому вот здесь вот нужно будет прокладывать такие вот вдоль пути нужно учитывать что здесь скорее всего тоже нужно будет сделать выемку поэтому ты слишком рано начала прокладывать вот эти вот балл потому что особенно это касается вот этих вот участков они очень сильно нагромождают модели и вот трудно разобраться где какие там отверстия нужно сделать либо еще что то вот поэтому ты создаешь основу да без там соглаживание объекта делаешь нужные там отверстия вот у тебя будет объект входить в этот объект да и при соединении мы должны учитывать что здесь должно быть отверстие и когда один объект соприкасается с другим либо мы должны сделать здесь такой вот вырез экструдом внутрь потому что этот объект у нас будет вставляться или же если это один объект то мы должны аккуратненько его скомбайнить да и потом мультикатом проложить вот так вот вокруг вершины да определенное количество и потом слепить их с вот этим с вот этим объектом вот что касается количества ребер здесь ну на грани того что это прям очень много но все равно да многовато здесь ребер вот этих вот объектов а здесь будет достаточно наверное может быть 12 ребер давайте посмотрим так как эти объекты просто они достаточно маленькие да они они не требуют такой вот детализации потому что под сглаживание они и так будут смотреться хорошо вот посмотрим делаем 12 меньше примерно на такую же величину да и посмотрим вот примерно вот так вот да и смотрим то что у нас по сути ну по размеру у нас как бы такое количество ребер вполне оправданно вот на том цилиндре который я создал а вот здесь уже многовато это прям не сильно критично но когда ты будешь объединять вот эти объекты тебе потребуется намного больше создать ребер вот в этом объекте чтобы их потом правильно растянуть по объекту вот эти новые ребра но когда у тебя будет меньшее количество тебе и нужно будет меньше думать куда их присоединить но так как у тебя их тут много то тебе придется именно сетку делать у этого объекта намного плотнее чтобы определить куда будут вести эти ребра вот так же это касается присоединения с вот этим объектом потому что вот просто присоедините вот так вот подставить это конечно тоже можно но это немножко неправильно вот это тоже самое касается и так сказать вот этого ну здесь вот на этом объекте у нас количество ребер только здесь соприкасается это нормально но вот здесь вот это немножечко не очень хорошо давай попробуем сделать ему буллин посмотрим как у нас получается ну в принципе да мы вот таким образом объединили эти объекты да и уже на основе этих объектов мы можем растаскивать вершины то есть проводить у нас будет вот здесь вот эти продольные вершины здесь если объединим вот эти вот да объекты так же буллином сейчас я нажал клавишу G у нас объединились эти объекты и внутри вот этого наши объекты удалились лишние полигоны вот мы объединили теперь нам нужно вот эти вот вершины куда-то уводить то есть у нас не должно быть как ты помнишь пятиугольников должны быть либо четырехугольники либо трехугольники на крайний случай вот что здесь касается тут все у нас хорошо получилось единственное у тебя вот здесь вот объекты они как бы немножечко неправильно вписан ну как ты их сделала правильно но вот в этом объекте вот эти вот полигоны которые они объединяются вот эту вершину они немного тебе помешают потому что когда ты объединишь вот этот объект с этим здесь получится вот такая вот каша тебе нужно так что тебе нужно вот у этого объекта удалить вот эти вот все полигоны сейчас я объясню почему вот давай на вот на левой части стенки удалим да вот этот объект с этим с комбайнем комбайнем так у нас тут получилась какая-то какашка так а получилось потому что у нас здесь вот очень много полигонов которые никак ага смотри да тут получается так что у тебя очень много полигонов точнее вот этот именно один большой он никак не соединен тебе нужно мультикатом проложить вот эти ребра соединить то есть избежать пятиугольников и по всему объекту пройдись и постарайся соединить эти полигоны а вот у тебя вот эти вот ребра идут да ты их можешь соединить вот здесь вот с чем-то тут тоже можно соединить а вот этот полигон да ты можешь соединить а точнее не полигон а ребро можешь проложить это ребро вдоль так вот по кругу и оно будет соединиться здесь то есть получится такой вот луп из ребра вот то же самое касается вот этого полигона то есть постарайся избавиться от вот таких вот полигонов где очень много вершин не соприкасаются друг 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 другом то есть чтобы получились пригоды так ну давай вернемся к этому объекту да и тебя да расскажу так у тебя здесь так что у тебя здесь поднимем посмотрим поближе так у тебя тогда просто было сглаживание так давай посмотрим а вот что что тут нужно будет делать тебе нужно из вот этого объекта сделать экструд вот увеличим почему-то у тебя сейчас у этих полигонов нормально вывернуты то есть мы видишь у тебя полигон сейчас понял все понял а у тебя просто здесь полигоны от цилиндра вот для того чтобы вот это не повторялось нам мы не увидим вот эта часть нашего объекта поэтому мы можем смело удалить эти полигоны для этого мы можем выбрать вершину да и вместо того чтобы выделять вот этот каждый полигон отдельно мы можем выбрать эту вершину зажать так сейчас зажать control правую кнопку мыши выбрать two faces two faces таким образом мы выберем все вершины которые принадлежат точнее выберем все полигоны которые соприкасаются с этой вершиной нажимаем delete у нас удалились они и теперь мы можем выделить вот эти вот ребра нажать extrude потянем вбок и вот примерно по радиусу оставляем вот так вот теперь когда мы скомбаним этот объект мы потом просто с помощью up into polygon tool да вот выбираем up into polygon tool выделяем один одно ребро потом другое и таким образом соединим эти вот наши вершины где они у нас не будут соединяться нам нужно просто будет создать дополнительные вершины но так как у нас вот эти два объекта будут очень похожи мы их вот эти ребра соединим вместе потому что они здесь рядом находятся вот и таким образом у нас получится очень красивая сетка вот и нам не нужно будет сеткой там мудрить потому что у нас есть основной объект от этого основного объекта мы уже ориентируемся как будет прокладываться сетка вот так что вот на это нужно ориентироваться здесь вот принципе тот же самый принцип когда мы соединим этот объект у нас будет ориентир на количество ребер вот в этой плоскости относительно вот этого цилиндра вот а так вот и молодец соблюла все основные формы здесь вот поработала теперь вот нужно разобраться с полигонами где они у нас там пустуют вот и уже начать соединять объекты и добавлять детализации а также смотреть за топологией как у нас здесь что получается так что ты молодец хорошо стараешься продолжай в том же духе доделывай сетку геометрии потому что у тебя в принципе с детализации ну не детализации с общими формами все хорошо да ты попала в них тебя отлично получились вот эти детальки молодец постаралась так что продолжай в том же духе и пока